Запись поставил, как? Нормальная слышимость? Да, нормально, ахамдулля. Давай, начнем тогда, а то еще что-то развернется. Что-то качество связи все равно здесь плохая. Давай лучше на компьютер. Не, на компьютере у вас тоже так же было, слабо была связь. Так было, да? А-а-а, ну не знаю. Тогда у меня хороший здесь, Wi-Fi сейчас подключен стоит. Да? Ну, вижу, нормализуется вроде более-менее. Ну, я рад, что нормально. Ну, давайте тогда начнем. Ассаламу алейкум варахматаллах варакятух, Казахстан. Я из России. Бахаджан, ага. Бахаджан, ага. Я думаю, что многих заинтересует. Моих подписчиков, ваши подписчики, наверное, знают про вас. Я вот хочу спросить у вас, кто вы, как вы, почему заинтересовались этой проблемой с дунганами. Расскажите, пожалуйста, о себе. Бек-балават. Во-первых, еще раз. Саламу алейкум. Мухтарам, мусульм, джаммад, всего мира, кто понимает на русском языке. Всем гражданам мира. Меня зовут Бахаджан Купаев. Я общественник, политолог, историк. Занимаюсь общественной деятельностью в Республике Казахстан. Выдвигался до этого в президенты Казахстана. Конечно, потом сняли свою кандидатуру в пользу нашего товарища. Также, конечно, мы занимаемся, являюсь я в данный момент сопредседателем республиканского, это республиканское общественное объединение казахстанского общества интернационалистов, то есть представителей разных национальностей. Это не воины афганских интернационалистов, хотя они тоже наши партнеры. И, естественно, одним из важных наших деятельностей, главных, являются межнациональные розни и расовые дискриминаты, ксенофобия и любые формы притеснения. Мы занимаемся этими проблемами давно и целенаправленно, поэтому мы можем заранее предсказывать, где у нас прорвет, когда это будет. Мы боремся против радикального национализма, разных форм шовинизма, ультраправого радикализма и также фашизма, неонацизма. Ну, одним словом, всех форм радикальных, которые... Ставить, извиняюсь, ставить себе целью возвышать себя, унижать других. Поэтому, конечно, проблему Дунган мы предсказывали. Так как мы занимались этой проблемой, мы видели изнутри. Я хочу... Вот вчера ночью я давал интервью CNN и «Новая волна», или как он, это тоже американские каналы. Я им тоже сразу сказал, всем, кто не знает Казахстан, они не могут понять, почему так происходит, как это делается, почему и много почему. Проблема в Казахстане очень индивидуальная и своеобразная. Она уникальна, да, в своего рода Казахстане уникальное государство. Дело в том, что информационное поле Казахстана разделено четко на два. Это русскоязычный сегмент и казахоязычный сегмент. Если русскоязычный сегмент очень либерален, и его смотрят все, в том числе из казахоязычного сегмента, то казахоязычный сегмент, он закрыт. Он закрыт только для тех, кто знает Казахстан. И в основном русскоязычном сегменте, кто сидят, они никогда туда не обращают внимания. Так как это получилась такая закрытая группа, охватывающая миллионов людей, и она радикализовалась до невозможности. Так как никто не контролировал, никто не защитил, как сказать, не жаловался на них, никто не подевал никаких заявлений, они могли доходить до абсурда, до полнейшего. И государственные СМИ, естественно, не отставали в погоне за хайпом. И я вам скажу так, что центральный государственный канал Казахстан, вот она постоянно дает на казахском языке, его, естественно, многие, как я говорил, русскоязычные, не смотрят. И они до радикализма доходят до абсурда, в прямом эфире. Они могут говорить о таких формах притеснения, вот к чему это привело. И народ простой смотрит и думает, раз там, говорят, депутаты, представляющие высшие властные структуры, позволяют себе говорить такие, они делят казахов. Вот как гитлеровское время было, гитлер сначала делит на чистокровных и на полукровок. И это в Казахстане обрело такую родину, в течение 20 лет постоянно пропагандировалось. Ты настоящий казах, ты нагрест казах, ты чистокровный казах, а эти полукровки, шала казахи и тому подобное. То есть, по сути, сначала казаки разделили сами. Между прочим, те, кого они делят, они даже не знали, что их разделяют. Но вот это вот, так называемое, в кавычке, арийцы, они разделили сами, посчитали себя. Это тотализм в науке называется. Возвеличили себя, чтобы быть ближе к Богу. А потом оттуда уже отпускали свои какие-то фетки внутренние. Ну, то, что созревало в их больной голове. И, естественно, они от того, чтобы молчать, думали, что все слушают их. Ни хера никто их не слушал. В самом деле, слушала их закрытая, их секта, их группа, единомышленников, радикалов. Но они почему-то думали, что если казахстан слушает, раз молчит, значит, они принимают их условия. И в их больной голове созрело величие их, с их точки зрения, не всего всех казахов. Казахам, по большому счету, плевать на них. Но вот это вот радикальное меньшинство захватило и присвоило себе, говорит, от имени всех казахов право. И начали, конечно, диктовать. В это же верят люди. Когда социальная политика нашего государства провалилась, я уже говорю, с 240 миллиардов долларов ВВП мы провалились на 156 миллиардов. Это был вообще кедок жесткий. И эти люди, ну, давайте не будем скрывать их, скажем, вот первая волна казахизации, когда надо было обучать казахскому языку, охватили в основном мошенники. Аферисты пришли туда, сказали властям, давайте я буду казахский язык пропагандировать. На самом деле, ни хера они этим не занимались. Они просто тупо отмывали деньги, забирали все деньги, ничего не сделали, все они разбогатели. Ну, представляете, меня, например, как преподавателя казахского языка поставили на нефтеперегонный завод. Я что, буду обучать их специалистов? Нефтеперегонный завод, и работники будут работать. Да плевать я хотел на них. На казахский язык, на все, естественно. Эти люди, эти ублюдки сейчас ходят здесь, богатые, миллионеры, мультимиллионеры. Они просто взяли за жабры этих акционеров и хозяев нефтеперегонного завода, говорят, согласно закону о языке, вы не сопровождаете. И, естественно, тогда многие не говорили на казахском языке. У тебя такие нарушения, то-то, 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 то-то. То есть, эти ограниченные, ограничительные меры дали ему власть. Он начал давить их. Хозяин нефтеперегонного завода говорят, что ты хочешь, чтобы моя работа спокойная стала? То есть, эти люди нашли способ влезть в бизнес и регулировать их и там внутри. Но это было не только в бизнесе, они были и в госструктурах. Я приношу извинения всем слушателям. Я немножко заболел. Это не коронавирус и не передается по видеообращению. Да. И эти люди говорят бизнесмену. Вот нефтеперегонный завод, это завод, который с акцией 8 миллиардов долларов, он говорит. Если ты мне не дашь условия определения нефти, мне, через меня не будет протекать, я тебе буду давить. Естественно, они сделали. Эти все люди, которые нефтеперегонный завод, приехали обучать казахский язык. Плевать на казахский язык. Бумага писали, что они все шестерят. На казахском говорят лучше, чем филологи. А в самом деле бабки себе в карман рубили. Государственные бабки положили. И еще и нефтеперегонный завод, они стали посредниками. И разбогатели. Точно так же поступали те, которые в государственной прокуратуре, милиции были. Они начальников терроризировали, говорят, я тебе не дам делать деньги, если ты мне не сделаешь что-то. Естественно, все, кто занимались типа обучением казахского языка, не учили ничего нового. Как начали 30 лет назад они свою программу, так и программа эта на этом месте стоит. Вот сейчас тот, который главный казахский язык продвигает, государственный чиновник, да, вице-премьер-министр, я ему говорю, если бы ты развивал казахский язык так же, как ты развиваешь своего сына, по карьерной лестнице, да, казахский язык тоже должен был быть богат так же, как твой сын богат. Вы поняли? Плевать они все хотели на казахский язык. Просто они его использовали как рычаг давления на бизнес-структуры, на государственную службу. И, естественно, у них были, за это время они потратили около 10 миллиардов долларов по общей сложности, которые на эти программы. И ноль, никак ничего не издлинуло с мертвой точки. Но эволюционным путем она все равно развивается. Ведь в тех сферах, куда они вообще не влезали, например, где народ просто развивается, там, базары, рынки, торговли, там, там казахский язык все равно потихоньку завоевывает свое. Почему? Потому что главный в языковых проблемах это потребитель. Если потребитель казахского языка, который не знает другие языки больше, тот, который не знал казахского языка, он потихоньку адаптируется и начинает под него подстраиваться. Рынок сам делает. То есть та сфера, куда ни копейки не вложили, она развивала казахский язык, а та сфера, куда 10 миллиардов бухнули, она так же стоит. Просто эти люди 10 миллиардов раздербанили и богатыми стали все. Теперь пошла вторая волна. Вторая волна, кто хотели хайпануть на казахском языке, они поняли, как первая волна, разбогатели. Они почувствовали себя лохами и кинулись. Грым остаток этого рынка. Чем можно помогать? Естественно, они тоже как-то зацепились и в средней войне застряли. Они не стали миллионерами, мультимиллионерами, но они стали вот такими, самовестными. Теперь третья волна проникает. Они же не выполнили свою работу, их, значит, выдвигают. Теперь третья волна. Вот сейчас идет третья волна. Третья волна, кто хочет там в основном развить казахский язык, это нищеброды, которые хотели тоже оборовать государственные гранты, программы на развитие языка и все остальное. Ну, государства уже привыкли, их постоянно тиразируют. Он говорит, вот вам деньги, идите нахер, не беспокойтесь о нас. Ну, естественно, эти легкие деньги, они хавают, никто ничего не развивает. Все то же самое. Эволюционно, конечно, народ не так развивается. Там, где казахов много рождают, они начинают развивать. Куда эти люди могут деться? Они не могут урвать так, как урвали первая и вторая волна, но при этом хотят еще денег. А в стране с собой плохо, государство начинает зажимать. Вы смотрите открытые заявления некоторых олигархов. Они говорят, вот открытые есть видео, они сами глупцы, наболтали много, и при этом в прямом эфире говорили, мы власть специально терроризируем. Именно это слово терроризируем казахским радикализмом. В самом деле радикализм мало, говорит, но мы им специально раздуваем, мы говорим президенту, что их много, они могут взорвать страну. Они боятся и выделяют нам бабки, говорит. Это говорят олигархи, которые тоже взяли в хайп государственный язык, понимаете? Как все четко написано, государственным языком является казахский язык, наравне с ним даже так же, например, распространяется русский язык. И эти два языка обязательны в государственных органах, в бюджетных организациях, куда человек должен обращаться. Если был ответ, что вы в Казахстане обращаетесь, например, в государственные органы на русском языке, они обязаны вам, так же, как на казахском, ответы дать на русском языке. Если вы даже один русский, а все остальные вокруг казахи, но вы подали заявление на русском языке, они обязаны вам выполнить на русском языке. То же самое на казахском. Там я 100% поддерживаю на институте. Правильно. Если ты работаешь в госслужбе, знай эти два языка. Уважай. Ты обязан это делать. Потому что ты, как менеджер, за наши деньги делаешь. Не свой бизнес крутит, но тем, кто свой бизнес крутит за свои деньги, там этих обязалов нет. Территория Казахстана 2 миллиона 700 тысяч квадратных километров территория. Из них государственные органы, те, где вы обязаны говорить на казахском и русском языках, обязаны где? Получать информацию и говорить, как госслужбе. Составляют 1 миллионную часть территорий. Представляете? От Казахстана. А все остальные территории, Булатык, мы с тобой можем в степи говорить на Клигонском или на Ногайском. На каком хотим. Никто не имеет права нам с тобой запрещать. На базаре, на улице, где общественных местах. Мы можем говорить на любом языке, на узбекском, татарском, на любом языке. Нет обязаловок, чтобы мы говорили с тобой на казахском языке, даже если мы с тобой оба казаки. Но радикалы хотели бы, чтобы вот эта вот обязалка, которая была распространена везде. Так как никто из них не родился, например, скажем, нагайцем русским или татарином и изучил государственный язык. Нет. Они сходу родились в казахской семье казахами. Они не приложили ни копейки усилия, чтобы знать этот язык. И теперь они хотят козырять этим. Представляешь? Вот у тебя есть борода. А есть кто-то, у кого борода не растет. И ты говоришь, у кого не растет борода, пусть платят шраф. Это справедливо, что все женщины должны платить тебе шраф? Ты же ничего не сделал, чтобы у тебя борода выросла, правильно? Это хотя сумма твоя. Но ты ничего не делал, чтобы эта борода выросла. Все остальные суммы пророка нашего, чтобы выполнить, ты что-то должен делать. А вот чтобы бороду пустить, ты можешь вообще ничего не делать. Она сама по себе растет. И то же самое, получается, эти люди, которые говорят на казахском языке, они вообще ничего не делали. Они просто тупо с детства говорили на казахском языке. И это ставит свои плюсы. Разве это можно? И вот этот вот радикализм, он обрел невиданные масштабы. Его раскачегарили, постоянно говорили. Власти сами им ради хайпа, ради подыграли. Я не знаю, как бы повладали насчет переименования этого города. Я увидел, что отдел внутренней политики – это самые есть национальные радикалы. Я был в Чинкенте. Здесь тоже есть отдел внутренней политики Туркестанской области – это радикалы. В зависимости от того, какие национальные меньшинства там живут, они ненавидят их. В Павлодаре ненавидят русских, здесь ненавидят узбеков. Вот и все. Я не понимаю, откуда у них культура и внутренней политики такая ненависть к национальным меньшинствам. Но у них есть это. Слушай, да. Багаджан, у вас сейчас, я так понял, мнение, что идет фашизация казахского общества, правильно? Были же у нас казахо-фашистские организации, они сами себя так называют. Я не говорю, что прямо общество так делается. Но есть такие элементы, которые сами себя так называют. Не надо их называть там казахские фашисты. Они сами себя называют, в сети публикуют, шевроны шьют, немецких фуражков снимаются, зиги дают. То есть не так, а зиги дают. Они сами себя так называют. И это не секрет. В связи с этим вопрос у меня к вам. Вы этого не боитесь? Так-то радикалы, они так-то не очень-то добрые люди. Не боитесь того, что вас объявят врагом казахов и так далее? Эти радикалы и так объявили меня врагом. Я их враг не казахов, а их враг. Во-первых, никто из них не был избран от имени казахов, чтобы говорить от имени казахов. И так же, как и я. Поэтому то, что они говорят, ты против казахов, то все. Я недавно в Павлодаре когда был, они меня напали, там тысяч человек пришло, из них сто было радикалов. Они мне задавали вопрос. Ни один из них не мог показать один факт, когда я был против казахов. Как я могу быть против своей нации? Я сам казах, понимаешь? Я соблюдаю все традиции, обычаи. В отличие от этих кафиров, я был правоверный мусульманин. Я соблюдаю все традиции, обычаи, которые соблюдает мой народ. Культуры, ценности я ими горжусь. Я как могу быть против своей нации, понимаете? Я вообще не понимаю. Если я против их взглядов, значит я против нации, получается? Нет. Мне гораздо приятнее быть против этих уродов. Но никогда я не был ни против казахов, ни против какой-либо нации. Но если я правильно помню, вы Дулат из Улыжус. Правильно? Ну, я обычно к роду своему не прибегаю. Я из Алатау. Я не Дулат. Но другие мне приписывают, кто Дулат, кто Хомра, кто этот. Сейчас я Дунганин оказывается. Я не считаюсь, назовусь Дунганином. Я Дунганин сегодня. У нас вообще по Корану не приветствуется делиться на нации. Поэтому... Всевышний Аллах создал нас все, Алла Та'ала. Всех создал людьми. Разные нации, да. Но он говорит, я создал нации, рода, племена. Все говорит он, я создал. Если он создал, значит они все равны. Языки он создал. Не может быть казахский язык выше, чем какой-либо другой язык, Дунганский или... Понимаете? Потому что производитель его один Аллах, а он не про Кадру. Если он создал Дунганский язык, значит этот Дунганский язык очень красивый. Ибо Всевышний Алла Та'ала создает только все самое красивое и лучшее. Так же красивый, как казахский, русский и другие языки. На каком языке мы ни говорили, главное, чтобы мы с вами друг друга поняли. А если мы специально причиняем, скажем, какие-то препоны, значит мы берем себе грех. Это не бельжество, которое не приветствуется всевышним. Ну, сейчас давайте я вас спрошу одну вещь. Я слышал, что вы занимаетесь спортом. То есть, имеется в виду, воспитываете спортивных воспитанников. Кто они по национальности? Откуда они? Кто они такие вообще? Каким видом спорта вы занимаетесь? Чего достигли? Вообще у меня в прошлую Олимпиаду, когда хотели вольную борьбу выкинуть из олимпийского вида спорта. У меня уши сломаны. Вот сам я кандидат мастера спорта Совета Союза. Трудорезервы Казахстана я выигрывал. Я люблю, обожаю вольную борьбу. Просто не откащусь. Все остальные виды спорта для меня второстепенные. И когда решили мой любимый вид спорта выкинуть из Олимпийских игр, я понял, что мне тоже надо подключиться. Иначе те усилия, которые наши власти прикладывают, недостаточны. Я создал свой частный, единственный на данный момент в Казахстане частный спортивный клуб. Набрал туда всех спортсменов, и женщин, и мужчин с разных регионов. Тех, которые, например, остались вне внимания государственных чиновников, которых выкинули. Я их брал себе и доказывал, что мы можем заниматься сегодня. Наш тренер до сих пор занимается. Представители были разных национальностей. Я был первым на данный момент, единственным юридическим лицом и человеком, который официально пионера борца выкупил. Я за каждого борца платил по полторы тысячи швейцарских франков. И выкупил, кстати, у вас в Дагестане двух спортсменов. По-моему, ребята были чеченцы по национальности. Они мне очень сильно помогли. Прекрасная школа хасавюртовской борьбы. Я очень доволен борцами. Мои ребята возились с ними и научились многому тоже. Поехали мы на первый раз, до сих пор единственный раз в клубный чемпионат мира. Казахстан в чемпионатах мира не показывает большие результаты. Поэтому я повез в клубный чемпионат мира. Хотели, чтобы мои казахстанские борцы стали чемпионами хотя бы в клубном чемпионате. В Иране было в 2017 году чемпионат мира. И мои борцы выступили очень замечательно. Против нас противостояли олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В том числе, кстати, Садулаев был в другой команде. Гаджиев из Азербайджана был в другой команде. И мы развивали этот спорт и развиваем до сих пор. Но сейчас, конечно, у нас легионеров нет. Но мы дальше занимаемся. На данный момент в Казахстане, по-моему, я единственный казах, у кого дома есть частный борцовский зал. Дома у меня есть на два коврозала. Такого нет ни у кого. Я показывал, по-моему, видео. Я постоянно помогаю людям. И в тот раз, я вообще сам историк Тюрколов, люблю все тюркские народы. Их история для меня очень ценна. Я изучаю их. По-моему, если я не ошибаюсь, вы видели, как летом приезжали в Каракал-парк. Копейки не платили полностью за мой счет. Я их кормил, отдыхали, тренировались у меня. На таких мировых уровнях, в которых сборная Казахстана даже не тренируется. И я был рад помочь им. Сначала приезжали девушки, потом мальчики. И я выкладывал это видео. Очень рад помочь Каракал-парк. Да, и другим тоже. Я горжусь этим. На данный момент, конечно, казахи мне говорят, ставят вину, что ты сделал для казахов. Мое видеообращение, если вы видели про Дунган, я там указал, что на данный момент в тех спортивных гостиницах, в тех остальных моих недвижимостях, живут 8 семей. Все они казахи. Из Северного Казахстана, из Казаларды, из Джамбула. Есть в Туркестанской области. Две семьи, единственные здесь из Чимкента самого города. И то одна семья, они остались, дом строили, остались на улице. Я их приютил, они скоро выселятся. Они все живут бесплатно. Одни платят коммунальные платежи, кто может, а кто не может, за 4 семьи я сам плачу даже коммунальные платежи. Я вот всем националистам говорю, если вы, друзья, тоже приютите по одной семье тех казахов, которые остались без жилья, без ничего, бездомных казахов не останется. Но вы только на словах герои, националисты, вы на словах. Никто из вас не сделал одну сотую часть того, что я делаю для казахов. Хотя вы считаете меня врагом казахов. Я всегда говорил, как я могу быть врагом казахов, когда приютил 8-7, все они казахи. Казахи я могу быть им. Но, конечно, долго я это не говорил. Недавно меня заставили при неделе, когда говорили, что ты сделал для казахов. Обычно Всевышний Аллах говорит, как только ты хвастаешься тем, что ты сделал, я тебе этот салам убираю. Наверняка он забрал у меня этот салам. Я бы хотел, чтобы осталось. Я все это делал ради слова Всевышнего Аллаха. Пусть простит. Я не хотел это говорить ради того, чтобы похвастаться. Но тем не менее нужно было сказать, каждый из нас, когда мы помогаем ближнему, независимо, это казах или другой, мы уже делаем то, чего хотел бы Всевышний Аллах. А когда мы противостоим массе маргиналов, невежд, которые пытаются ущемить права меньшись, то мы поступаем так, как хотел бы Всевышний. Да, я злословлю, говорю плохие человека. Я не хороший человек. Я никогда не претендовал на статус идеального человека. Я не хороший. Я совершил много грехов и я каюсь, молюсь Всевышнего, чтобы сделал. Я раньше работал в государственной службе, брал взятки, тоже был коррупционером. Потом принял ислам, осознал вину. И когда мой учитель сказал, я сказал, что я должен сделать, чтобы отмыть свои грехи, он сказал, что ты сам творил, против этого и надо бороться. Поэтому я борюсь сегодня против коррупции очень сильно. В каком-то мере, мол, здесь и я был националистом радикальным. Поэтому сейчас я исправляю все, что ты когда-то натворил. И я хочу сделать все. Я призываю всех остальных, чем больше мы творим добро, тем мир станет добрее. Машаллах, спасибо большое за такую шикарную, красивую, хорошую речь. Мне кажется, у каждого человека свой путь к исламу. Вот ваш путь, он очень хороший. У меня вот вопрос как к историку к вам. Ходят много слухов, как Дунгане появились на территории Калахстана. Про это можете рассказать? Конечно, могу сказать. В Дунгане, между прочим, на стаблашем языке Дунфуангун означает «восточные гуны». Дунгане себя сами Дунганами не называют. Их в Китае называют Хуэйзу. Зу – это нация Хуэй. Под Пекином есть Нинцахуэйская провинция. Это провинция… Вот если вы Китай смотрите, там одна большая звезда, четыре маленькие звезды. Это вот четыре звезды Шинжан-Ульгурской автономии. Первая – Нинцахуэй, Дунганская. Потом Мяудузские государства. Там их 120 миллионов человек. Очень много Мяудузу наций есть рядом с Вьетнамом. Потом есть Сентрано-Ульгурская и внутренняя Монголия. Вот эти четыре звезды. Тебе туда не входят. То есть Китай признают, что главная нация Хэнзу и есть еще четыре крупные нации. Одной из крупных наций является Дунгане. Их на земле около 60 миллионов человек. Одна из самых больших дунганских диаспор живет в Сингапуре. Сингапурские китайцы – это, по сути, есть дунганы. Потому что они мусульмане, если вы заметили. В большинстве своем, не все. Дунгане – это потомки гунов великих. Ну, конечно, Китай им сегодня мозги пудрит, говорит, что у вас мама китаянка, папа араб. Нет ничего подобного. Во время, когда Хобилай сдал империю свою юань, была большая битва за то, кто будет торговать. Там даоцицы, конфуцианцы, буддисты и все остальные, тингрианцы начали рубиться за это право. Тогда Хобилай Великий принял очень такое соломоновое решение. Он отдал всю торговлю мусульманам. И это был пиком момента, когда дунгане начали принимать в массовом порядке ислам. Дунганы – прекрасные были мореходы, прекрасные торговцы. И, естественно, с принятием ислама у них открылась дорога на весь шелковый путь. Вы знаете, Чингисхановская импера простиралась от Японии до Европы. И на всей этой территории в основном торговали дунгане, конечно. А переселение нынешних дунган из Китая… Вот мне многие сейчас гонор ставят, националисты говорят, мы им предоставили землю, мы им дали дунган. Я говорю, покажите хоть один документ. Один документ, где указано хотя бы, что один казах отдал один квадратный метр дунганину. Он свой дом дал. Ничего подобного никогда не было. Дунгане эти переселились во времена, когда было восстание в Китае генерала Ма. Четыре генерала Ма. Дунгане, они от Шэнсу, Гянсу движутся до Шэнжану и Горской автономии. Между прочим, многие казахи не знают, где их история. Начало их истории таится именно в провинции Гянсу. Я ездил туда, несколько раз изучал. Многие родоплемена казахские выходцы именно оттуда родом. Почему 24 казахских главных племен вообще ничего не означает на казахском языке? Они все означают на китайском, табгажском, монгольском языках. История берется оттуда. И тогда мы по соседству с дунганами жили. Жили, конечно, и остальные народы того государства Мугулустана и отрывков то, что осталось от Мугулустана. И после поражения генерала Ма, все дунгане и другие мусульмане попали в опалу китайским властям. И империя Ман, они начали их просто вырезать. Тогда все, кто имели отношение к той власти, к той провинции, в основном всегда бегут власть имущие. И вы же видели, например, когда немцы захватывали Советский Союз, истории знаете, что немцы не разговаривали, говорили, кто коммунист и кто офицер. Выходили и расстреливали. То есть коммунисты и офицеры тогда были во власти, вы знаете. То же самое. И, значит, бежали кто? Коммунисты и офицеры. А простой народ оставался под оккупацией немцев? Так же оставалось, 80% населения оставалось. То же самое было с дунганами. Простой дунган, а те, кто имели власть тогда при генерале Ма, они все побежали. И они бежали, между прочим, я всем казахам еще раз говорю, я историк. Они бежали не в Казахстан, они бежали в Российскую империю. На тот момент, когда они пришли, их встретила Российская империя, и эта земля уже принадлежала Российской империи. Россия выбила эту территорию у куканского ханца. Это была жесткая война, и куканцы проиграли. И на эту землю царская империя в лице царя предоставили им земли. Я поэтому говорю, я ни казах не приглашал их, не говорил, давайте, бежите к нам в дунгане. Вот у нас земля, вот он. Нет. Все эти населенные пункты, которые сейчас говорят, Масанчи и остальные, были выстроены ими на голом, пустом месте. И когда говорят, что там был наш поселок, да назови название поселка. Исторические документы предоставят, когда казахи всех выселили и посадили в дунган. Такого не было никогда. И вообще казахская территория была слишком огромна для самих казахов. И заселялись многие народы. И уйгуры тогда пришли. Но тогда они не уйгурами назывались, они назывались таранчистами. Ведь есть же перепись 1897 года Российской империи. И на тот момент рядом с дунганами, кого перепись делали, они себя называли почему-то характеризмами. Есть перепись, где каждый подписывался. Никто не писал тогда казахам. Все писали себя характеризмами. Вообще казахов, как казахов, организовал Советский Союз. Объединил все те земли, которые сейчас мы имеем. И говорит сегодня бить в грудь, что я казах. Да ты елки, до 22 года назывался то Алашом, то характеризм, чем угодно. Но казахом вы не называли себя. И казахские ханства, когда начинают перечислять, я тоже говорю, никогда... Вот смотрите, посмотрите все документы дипломатические дипеши между Китайским империей и нашим казахским ханством. Там нет слова казахского ханства. Там пишет ханство Абулая, ханство, например, скажем, Абль-Хайира. Никто никогда в те времена не называлось названием нации свое ханство. Называлось именем хана. Это ханство. Потому что хан-то был Абулай, значит, это было его ханство. И я поэтому спрашиваю многих историков, покажите документы, где написано, что это казахство, что это земля казахская. Это, конечно, здесь жили все народы. И сегодня Конституция Казахстана, она сама ущемляет право всех граждан Казахстана сразу. Потому что в Преамбовой Конституции написано, что Казахстан находится на исконно казахской земле. Узбеки задают вопрос, слушайте, 15 миллионов человек. Сайрам, Чимкент, это была исконно узбекской земли. Как она стала исконно казахской? И вообще это слово исконность, она провокационная. В 1720 году Павлодар строил русский. Но по документам же видно, на тот момент эта земля принадлежала джунгарам. Не казахам, а джунгарам. Ведь казахи в 1730 году младший жуз вошел в состав Российской империи. В 1740 средний жуз вошли в состав Российской империи. А джунгары тоже существовали в это время. Они не исчезли. Они исчезли 15 лет спустя, после того, как казахские султанаты, ханства среднего, младшего, старшего жуза вошли в состав. Старший жуз тогда оказался в составе Кокамского ханства. В 1741 году, когда джунгары сделали последний поход на казахскую территорию, им никто не сопротивлялся. Уже не было единого облайского ханства. И поэтому говорить сегодня, что и русские не имеют права называться исконным народом, я всегда задаю всем государственным вопросом. Вообще слово «исконная земля», она больше эмоциональная, чем юридическая. Потому что до казахов здесь жили обязательно сарматы, саки, огузы, каракалпаки, жили, например, скажем, эти карбуки. А что, получается, это не их исконная земля? Если мы будем гоняться за исконностью, здесь и нагайцы были в определенной части территории казахов. Мы что, скажем, нагайцев здесь никогда не было? Здесь были башкиры, все были. Это земля была общая. Мы все здесь текли туда-сюда. И с чего это вдруг кто-то взял и говорит, нет, это наша исконная земля? Так никогда не пойдет. Если мы говорим «исконная земля Казахстан только», тогда, получается, наши три миллиона казахов, живущих в Китае, они что, квартиранты? Квартиранты имеют тогда те все нации, которые живут в Казахстане. То есть, видите, сама Конституция, она сама стала провокационной. И взяв это слово «исконность», все остальные казахи начали радикально, я имею в виду. Я сейчас, когда говорю казахов, я не говорю об обществе всех казахов, я говорю только радикальную часть элементов, это правый сектор. Они говорят «это казахская земля», я всегда говорю «слушай, покажи документ, где эта казахская земля». Вот 10 соток твоя земля есть, вот она только твоя, на остальное не претендуй. Она общая. Мне провокаторы в Павлодаре задавали, русские говорят, что это русская земля. Ответь! Я сказал «нет, это не русская земля, это казахстанская земля. Это не казахская земля, это казахстанская земля». Каждый, кто русский или нагаевский, башкирный, кто родился на этой земле, это его земля. И когда ты говоришь, что это казахская земля, ты уже ущемляешь его право. Ты не имеешь этого права. Это его родина, потому что он здесь родился. И я задаю законный вопрос всем властям в Казахстане. Сколько лет вы берете за исконность? Если дунгане здесь живут чуть ли не 170 лет, это что, не их исконная земля? У них 4-5 поколений здесь родились. Это не их земля. Вот этот вопрос как раз заложила мину под национальный эгоизм казахов и разделение, и политику притеснения в отношении других национальностей. Я это так вижу. Это мое мнение. Кто-то может согласиться, кто-то не нет. Мне плевать. Я человек разумный. Я создаю свое собственное мнение. Бахаджан Ара. Вот то же самое, что вы говорите, я тоже говорю. Но меня как не казаха не воспринимает, в принципе. Но я это говорил не только казахам самим. Я говорил ногаям, которые живут в Казахстане. Там официально 450. Но на самом деле там гораздо больше ногайцев. Ногаев. Соответственно, они некоторые после моих речей возбудились и начали говорить, нет, это наша земля. Ногайская Орда там туда была. Вот я им сказал, так делать нельзя. Вот то же самое, что вы сейчас казахам говорите своим, я тоже говорил своим ногаям, которые там живут. Не надо так делать. Вы родились в Казахстане. Это ваша родина. У вас не национальность казахстанец. У вас это гражданство ваше такое. Вы обязаны ее любить и защищать. То же самое, что вы говорите, я говорил своим ногаям. Аль-хамдуля. Но давайте плавно перейдем к дунганам, к их проблеме. Вот смотрите, в России есть русский шовинизм, да? Против него эффективно, когда борются сами русские. Если есть ногайский шовинизм, против него лучше, когда борются ногаевы. Если есть казахский шовинизм, против него лучше, когда борются казахи. Как только мы против шовинизма определенного национального большинства выставляются другие люди, тогда это будет уже конфронтация. Поэтому лучше гасить свою беду самим. От других, например, тем же казахским шовинистам, если услышать те же слова, которые я говорю, скажет Дунганин, им будет намного больнее. И лучше, конечно, когда казах сам говорит. И грош любой нации, если в этой нации нет человека, который может остановить своих шовинистов сам. — Правильно я говорю, Казахстан, правильно. Вот по поводу Дунганин многие говорят, что они там вели себя высокомерно, то есть нагло вели себя, разбогатели, ну и не знаю, не ставили ни в грош ни полицию, ни граждан, избивали, убивали, что-то вот такие вот вещи делали. Это правда или нет? — Это полная чушь. Полная чушь. Вообще, вот я не понимаю вот это вот. Например, когда говорят, что Дунганин ходили борзые. А как они должны были ходить? Как рабы, что ли? Это их страна. Он имеет право ходить борзой. Борзость законом не запрещена. Понимаете? Ходи ты борзый, приезжай и ты ходи. Дунганин или Нугайевс, ходи борзым, это твоя страна. Зачем здесь жить, если ты не можешь борзеть здесь, не нарушая закон? Правильно? Когда ты нарушаешь закон, да, в отношении тебя применяются уголовные преследования. Это уже не выбирает по нации всех. Если Дунгане били милиционеров, то сами казахи все время травили своих милиционеров, а все время говорили милиционеры, шакалы, менты, твари, менты-животные, они против народа. Так они и инновации, потому что они натравили этих Дунган, сказали, что менты-это твари. Разве этого не было? Это сплошь и рядом. Они говорили, менты убивают народ, менты... Так вы же натравили Дунган, получается, против ментов. Вы все время говорили, что менты убивают вас, менты вам не дают протесты. Дунганин среагировали нормально. Или же вы будете, например, четко и конкретно скажете, менты-твари только для казахов, для остальных нет. Давайте тогда так говорите пропаганду. Вы же сами говорите. Каждый день есть множество блогеров, которые доказывают идиотизм действительно ментов. Где они глупые, идиотичные. И эта ситуация с милицией была то же самое из той серии. И они, как это выясняется, сейчас следствие докажет, но я не обрадобряю действия этих ребят, молодых Дунганинов. Да что Дунганин там много, и казахи, и другие делают, так же с милиционером поступают у нас. Во-первых, они остановили человека без прав водительских. Он сбежал домой, остановили у него дома, вытащили из дома. Он сопротивляет. Так делают все. Так делают все. Почему он сопротивляет? Потому что ему сказали, говорит, 100 тысяч тенге дай, отпущу. Нет. А он не нашел, говорит, естественно. Это нервы. Это, во-первых, граница. Запомните, это граница, как с Киргизией. Где идет, вот это именно территория, где произошел конфликт, это Черная речка, да? Это место, я где-то там когда-то работал, знаю, это место всей контрабанды продукции, контрафактной продукции всего евразийского экономического сообщества. То есть вы знаете, там машина выезжает на нескольких миллионов долларов контрабанды именно с этого места. Это место огромного потока контрабанды наркотиков. То есть это поток, где контролируется. Если кто-то там резко разбогател, он тоже на наркотиках и разбогател. А зависть тем, кто имеет бизнес, ну а что тут завидовать? Видно было, что дунганы с самого момента обретения независимости Казахстана были на привилегированных положениях. Знаете почему? Они говорят на китайском языке. Рынок Китая для них был открыт. Естественно, они стали потредниками между Китаем и Казахстаном и разбогатели на этом. И сегодня в самом Китае есть шесть дунганинов, которые имеют богатство больше, чем 40 миллиардов долларов. Вы знаете, это в Анжинжан, да? 40 миллиардов долларов есть. То есть один дунганин богаче, чем все казахи вместе взятые. Черт тут-то спорит-то. Они бизнесмены и действительно завидовать им что? Занимаешься ты тоже? А то, что они занимаются контрабандой, это незаконные действия. Так иди, жалуйся. Сегодня я только с казахским радикам до вас как раз минут за пять разговаривал. Он говорит, что они занимаются контрабандой. Нет, так и иди. Говорит, они все нарушения, которые совершали, разводились в милиции. Так они разводились с казахами-милиционерами. Я видел, что там в составе сотрудников департамента полиции Хурдая не было ни одного дунганина. Это несправедливо, между прочим. Я вообще настаиваю, что по национальным пропорциям надо разделить все органы власти. Если бы среди полицейских был дунганин, он бы своих сам присмирил. Он бы по башке дал, и дунгане проглотили бы это. Понимаете? Он дунганин полицейский. Он, конечно, нарушал бы закон. Он своему дунганину по башке дал бы, кто-то успокоился. Он сказал бы, зажми зад нахрен, сейчас я тебя закрою. И автокалы бы сказали, да, правильно ты делаешь, милиционер дунганин. А он не будет делать. Но это упущение, видите, это коррупция. Я не верю ни одному милиционеру. Они все за баки готовы продать все и нацию. У китайцев же есть пословица. Я сейчас могу неправильно сказать. Они говорят, То есть казахский, говорит, чиновник готов за 100 родин, за 200 маму продать, говорит, за 200 долларов. Это жесткий прикол пословицы из китайцев. Это так и есть. Когда-то, например, мы когда с китайцами работали совместно, здесь в Казахстане, у меня в Чемкенте, таможенник сидел. Они таможенников всех продажных коррупционеров же говорят про это. Они говорили, я пошел договариваться, сельхозтехнику мы проводим. Растамар говорит, нет, это китайцы, пусть платят, как положено. Я говорю, и так платят, и упрощенный режим пропусти. Нет, я хочу китайцев, чтобы заплатили будут. Я говорю, ты шакал же, не сделаешь это. Ты сейчас его зовешь для того, чтобы взять у него взятки и растаможить, правильно? Он говорит, из-за кого принимаешь? Я приехал Архалыка, я гордый сын там какой-то племени. Я такой не делаю. Ни хера подобного. Позвал китайца, взял китайцев. Я же, как правоверные мусульмане, не даю взятки. Я против этого. Это харам. Он знал, что он меня не возьмет. Позвал китайца, взял. И тогда китайец вышел оттуда, сразу сказал, ну вот за 100 маму продаст, за 200 маму продаст, за 100 родину. Слава богу, что коррупционеры маму ценят чуть дороже, чем родина. Вот такая вот тенденция. Поэтому на Дунган все вешать не стоит. Это трудолюбивый, честный. Со мной учился Ренат Абдуллаев. Я привет предаю ему. Я знаю, какие порядочные, честные был парень. Четкие. Направо-налево ходят. Среди мусульман Казахстана самые такие ровные мусульмане – это Дунгани. В процентном соотношении я имею в виду. И у них всегда все строго. Девушки всегда в плотке, как положено. В этом плане никто с ними не может конкурировать. И Дунгани, они дают фору всем. И нападать на мусульман, и тем более, одной из самых главных жертв, вот, например, для радикалов стало позором. Первая жертва, кого убили эти радикалы, был преподаватель, Дунганин, преподаватель казахского языка в школе. Ну как они могут сказать, что Дунганы не говорят? Они говорят, ни один из них не говорят. Да Дунганы такой народ, они любят. При Советском Союзе жили, хорошо учатся в русском языке. А почему мы не можем открыть Дунганские школы? Почему они должны учиться в русской школе или казахской? Давайте откроем Дунганские школы. Они не будут учиться на русском языке, будут учиться на Дунганском. Это же нормально. Дунганы это тот мост, который мы должны использовать в отношении Китая и Казахстана. Ни у кого таких преимуществ нет, как у киргизов и казахов, такой нации, как Дунганы. Мы не должны их использовать. Вместо этого мы их выгоняем от власти, отопределяем от Министерства иностранных дел, отовсюду. Дунганы нигде нету. А вот если бы они были связи с Китаем, было бы намного мощнее. И эти миллиардеры китайские, Дунганы, вкладывали бы свои инвестиции в Казахстан. И все делали бы пару пустяков. Ну, коррупция есть коррупция. Так, я вас понял, Махаджан. А вот насчет начала этого конфликта. Вы сейчас говорите про полицию, которая остановила автомобиль. Но есть же другой вариант о том, говорят, что избили Агая, старца 80 лет, и двух его сыновей. Я слушал интервью этого старца. Во-первых, я бы не назвал этого человека прямо таким святым. Потому что он, смотрите, обращаясь, говорит, все, теперь хватит, остановитесь. Что за слово? Теперь хватит, остановитесь, молодежи. Значит, до этого он хотел, чтобы мочевого было, чтобы убивали Дунган. Во-первых. Во-вторых, история старца, которую он говорит, вообще не заслуживает какого-то внимания. Я рассказываю вам слово в слово. Старик говорит, вот у него берут интервью в больнице, он говорит, мы ехали в машине, вот смотрите, какие мирные. У него два сына впереди, он сзади сидит, едет окулистов в другой сортубе поселок. Едет в машине, кто-то выбежал, сказал, стой, стой, стой. Они остановились, сын его выглядывает с водителя. Что случилось? Тот приходит, ни с того ничего, начинает, а, выходит сначала перед машиной, и начинает пинать государственный номер. Цитирую сейчас слово в слово. Пинать номер, номер выпал. Сын мой вышел, такой хороший, говорит. Уважаемый, зачем вы это делаете? Он берет его, начинает душить, а другой его начинает бить. В это время старик с другим сыном в машине сидят, ждут. Старик потом сыну говорит, сынок, теперь ты иди их разними. Он выходит, говорит. Уважаемые люди, не делитесь, пожалуйста. Давайте разнимаю. Они начинают его бить, говорит. В это время третьим выхожу я, говорит. Я вышел, сказал, говорит, что вы делаете? Один подбежал, сказал, кия, и пнул ему прямо под ребро. Он упал в канаву. Смотрите, старик или врет, или же говорит неправду. Упал в канаву, говорит. Я начал поднимать голову, говорит. Он подошел с молотком, мне по башке дал, говорит. Такой удар даже молодой человек в каске не перенес. Но старик не показал ни одного следа от удара молотком. Он говорит, дал, меня вот так чирком она задела, хотя бы места нет. А потом он пнул мне на ноги, и нога у меня сломалась. Если ты лежал в канаве, кто тебя пнул? Как тебя пнул? В это время твои сыновья не сопротивлялись, ничего не говорили. А сын, говорит, второй сказал, зачем старика бьешь? То есть слова старика не заслуживают абсолютного доверия, пока не послушаем вторую сторону. И потом, если даже такое нападение было, и это послужило основанием для убийств, тогда этот старик несет на себя огромный грех. Не должно быть. В наше время старики всегда своих били. Нас били, наши аксакалы. Мы тоже с детьми дрались, говорят. С узбеками подрались, с азербайджанцев. Но нас били, говорят. Не трогай, зачем ты чужому лезешь? Мы успокаивались. Понимаешь? Я не верю в это, что ты едешь по пути, тебя останавливают, начинают сходу бить. Беспричина. Так бывает разве? Так вообще никогда не бывает. Даже если эти дунгане суперидиоты. Среди себя покажут, в чем было дело. Но сегодня уже поймали всех провокаторов, кто дальше разгоняли, разжигали. Даже если так случилось, провоконительные органы должны среагировать и посадить всех. Я не оправдываю этих дунган. Пусть им дадут по 10, 20, 40 лет. Мне без разницы. Плевать хотелось. Это преступники, которые избивали других людей. Мне их не жалко. Но делая это основание идти убивать всех дунган, это еще худший процесс. А вот этим вот убийцам надо дать смертную казнь, чтобы всем было повадно. Сегодня я националистам казахстанским, радикальным обращался. Я говорил, ну что шакалы, добились своего? Молодые казахи, поверив вашим лозунгам, пошли убивать, теперь сядут пожизненно. Вы загубили множество жизней живых людей, загубили еще тех, кто их убивали. Их семьи будут страдать, их дети будут расти без отца. А вы будете дальше протерять свои руки, дома сидеть, диванные эксперты. А поджигали именно вы, вы блюдки поджигали. Они послушались вас, пошли убивать. Совершили преступление, понесут наказание. Самое жесточайшее наказание. Семьи расстанутся, разведутся новые браки, которые были созданы. И то есть, кто с этого выиграет? Никто с этого не выиграл. Говорят, мы зато наказали, ничего не заказали. Впервые в истории Казахстана мы испытали позорное явление, когда казахстанские граждане бежали из этой страны. Как жертвы Рахинджа. Я так и написал, казахстанские Рахинджа. Люди бежали, вы же видели это видео, в машине едет, он смеется еще над ними. Позвонить, может, к юридической стороне. Чтобы они там их топили, говорит, встречные. Ну, это сволочи. Сволочи. Ничего не могу сказать. Власти тоже поступили себя очень плохо. Тот человек, который возглавил комиссию, он сам радикал-националист. Между прочим, всех, кто набадали против Дунган, по большому счету, являются его подписчиками. Почему-то Казахстан создал комиссию и отправил во главе комиссии всех радикал-националистов Казахстана. Вот он приходил, этот Сапарбаев, он же любил, что в Восточном Казахстане, что в Актюбинске был Акимом. Зачем его сняли, турнули отовсюду? Потому что он любил унижать тех, кто не знал казахский язык. И этим набирал дешевые очки. Этот человек был Акимом также нашей области. Он ничего не сделал. И вот я ему говорю, Сапарбаев, ты же своего сына тащишь, он сейчас чиновник, богатый, мультимиллионер. Почему казахский язык ты так же не развивал, как своего сына ты развиваешь? То есть они пошли и решили сделать по-другому. Дунгами в этот раз не поддались. Мы обратились к международным организациям, чтобы все международные организации собрались и оставили гуманитарный пояс. Надо ввести санкции против чиновников Казахстана, кто позволил этому случиться. Я требую санкций международных. Как бы людям не нравилась Европа и Америка, мы все равно стремимся жить так, как они живут. Хотим, чтобы такая же демократия была, как они. Пока Европа не введет санкции, следующими жертвами могут другие. Ведь в сети же, например, списки поставили. Некоторые казахские радикалы, я показал уже, КМВ отправил даже, написали, в следующей списке стоят корейцы и русские, а потом татары и, говорят, джунгут. То есть волосатая жадница. Волосатая жадница называется всех казахстан у нас. Вот так вот. Списки уже сделаны. Мы будем только ждать, кто следующий. Субханула, Субханула. Да, Субханула. Если бы, например, мы наказали бы власти жестко, они бы сразу рот заткнули. Но поджигают именно. Сегодня Центр Лази Монитор газет публиковала. В Национальном совете депутаты, чиновники высшего ранга прямо прихлопывают этому радикализму. Поддерживают их. Они якобы обсуждают. Вот смотрите, один из самых высокопоставленных человек говорит, убивать дунганских женщин и детей. Говорит, это неправильно. Это неправильно. Значит, мужчин можно убивать их? Что за слова чиновника, который представляет, оказывается, общественный совет? Весь Национальный совет общественного доверия, который создан президентом, они все друзья одного только человека, Карина. Он сам сказал, интервью давал, говорит, я всех их знаю. Они мои кенты, поэтому они все там. Если бы он не сдал кого-то, там не было. Если бы я был в Национальном совете, мы рвались туда. Говорит, давайте, чтобы плюрализм мнения было, допустите. Если бы собрали всех одних нациков, соберите и нас тоже. Чтобы мы могли криптировать там. Когда они будут говорить деструктивные элементы, мы бы сказали. Допусти, например, только в Национальном совете, наши интернационалисты. Мы бы уже сказали про эти проблемы. Мы бы сказали, что в реальности творится вот такая вахханалия. Мы бы могли спасти этих жизней. Мы могли это все сделать. Мы не были услышаны, поэтому эти люди умерли. Они умерли не потому, что кто-то хотел их убить. Судьба их была прегрешена. Вопрос был тогда, но мы могли это остановить. Но власть этого не захотела. Власть сегодня до сих пор не слышит. Закрытые глаза, закрытые уши и закрытый рот. У нас нет диалога между властью и общественностью. Поэтому будет случиться. Вопрос именно об этом. Сегодня я же говорил, что, например, в оружейных магазинах, и там писали в сети, некоторые призывали, национальные меньшинства говорят, что нам идти в оружейные магазины, покупать оружие, получать разрешение милиции. Если власть не защищает власть, мы должны тогда только сами себя защищать. Это уже тревожная зеленая. Это звонок. Понимаете? Я тоже считаю, что национальный радикализм – это как раз путь к развалу страны. Это прямой путь к развалу страны. Потому что люди, народ, который испытал гонения, он уже этого дела никогда не простит. Я вот приводил пример братских хархызов по отношению с узбеками. Не важно, кто был виноват. И только один у них уже на генетическом уровне вражда между собой. То же самое можно сейчас насчет Дунган и казахов сказать. Если сейчас казахи не извинятся перед Дунганами за перебор, пусть даже если Дунгане неправы были, мне кажется, эта вражда продлится до десятки лет, на столетие там и навсегда возможно. Сейчас нужно налаживать ситуацию. Не потом, не через 10, не через 50 лет, а именно сейчас. Я вот читаю так. Согласен. На данный момент в Казахстане наше общественное объединение оказалось единственным, которое принесли официальные извинения Дунганскому народу. Я еще раз прошу прощения у Дунганского народа, что мы не смогли их в свое время защитить, предупредить. И я сожалею, что случились такие меры, когда их убили. Они стали первыми официальными мусульманами, подвергшимися гонению по религиозному, национальному признаку. И я вчера тоже в американской студии, когда разговаривал, я хотел, чтобы европейцы, американцы признали их как жертвами гонения, чтобы предоставили им возможность быть беженцами в Европе. Я думаю, если Дунган действительно будет выдавливать и дальше, чтобы у них был открыт коридор для Европы, чтобы они могли как беженцы приехать и жить в Европе, в демократической стране, здесь и сегодня, если Казахстан не может предоставить идеальные условия, когда живут все, и где права меньшинств защищаются больше, чем других, я вам скажу, права гомосексуалистов в Казахстане защищаются лучше, чем права национальных меньшинств. Если сексуальное меньшинство, власть готова защищать таким рвением усердием, так почему бы не защищать национальное меньшинство то же самое? Потому что за гомосексуалистами стоит европейское лобби. Я бы хотел, чтобы европейское лобби стояло так же над всеми национальными меньшинствами. Только тогда, сегодня казахи еще не осознали в массовом порядке, что мы совершили по большому счету, это и есть, даже если мини-микрогеноцид, это и есть геноцид, наши ребята ездили по улицам, вытаскивали их, стреляли, поджигали дома, убивали мирных граждан. И приехав они убивали в чужой аул, ладно у себя бы это делали, да, там соседы, и то тоже преступление, но они приехали специально в чужой аул, чтобы совершить это. Это было у нас с чеченцами, это у нас было с таджиками, с курдами, турками, с армянами, вы видите, да, в прошлом году. Армян, оказалось, что убийца-то не армянин, а азербайджанин оказался виноватым, убил-то азербайджанин, но обвинили именно армян и заставили армянского лидера просить прощение у казахского народа. Вот это был глупый поступок с его стороны. С его стороны был глупый поступок. Нельзя было просить у него прощения у казахского народа. Ты убивал не казахский народ. Вообще не ты, оказалось, убивал. За каждое насилие... Это было как раз уступком, это был сигналом того, что можно, значит, ломать любого, понимаете. Я тогда защитил армян, и против меня выступил обратно казахский радикализм. Я снимался с флагом нашего общественного объединения, а он, это вот обратная сторона, как бы флаг этого. Кстати, флаг, как их называют, Франции. Вот он, этот флаг. Разве это российский флаг? Нет. Синий, белый, белый. Меня обвиняют почему-то, что я с российским флагом хожу. У меня есть флаги этих, ваших дагестанцев, ягутов. Я люблю все эти нации, да? Но почему-то меня всегда обвиняют, говорят, почему я их флаги держу. А почему бы нет? Почему бы нет? В Дагестане, вы знаете, мою особую любовь к умыкам и нагаевцам. Это тюрки Дагестана. Есть еще терекиминцы и азербайджанцы. Но особенно я люблю именно эти нации. Кстати, чеченцы, которые у меня тренировались, я им тоже говорил. Вот он флаг, который считает, что я российский отдел. Но я тогда тоже говорил, ребята, есть и есть кумыки-борцы. Я готов их профинансировать, сделать. Я просто обожаю этот народ, так же, как и ваши. А это флаг чей? Это российский... А, нет, не знаю. А, азербайджан, что ли? Нет, это ваши же дагестанцы. А, нет. Я не знаю. Дагестанский флаг я, честно говоря, не знаю. Я знаю свой нагайский флаг. Да. В Дагестане просто много национальностей. Да, я знаю. Это флаг Дагестана, которым правит сейчас, кстати, казах. А это Якутия. Да, машаллах, красивый флаг. Якутский. Да, я поэтому, видите, радикалы не знают, что определить мне, потому что в дискуссионно-интеллектуальном поле они проигрывают. Недавно была в Казахстане большая онлайн-передача. Ашагалан. И, представляете, шесть казахских радикал-националистов меня за моей спиной хаяли. Я редактору позвонил, говорю, нет, зависть. Если бы ты меня в открытую дискуссию, я все эти 12 ног в один сапог засунул бы. Представляете, меня нет. Говорит, вот Бахчан Купайб сказал так. И начинают все хаять. Да он враг казахского народа. Он центральный канал. Имеет широкую аудиторию. Да вы трусы, меня боитесь. Подоли меня, я вас там всех поставлю. Типа Соловьев шоу там. У нас есть местные там. Местные Соловьева везде есть, наверное. Да, Соловьи везде есть они. Это как раз такие менты же. Первый, как говорили в КВНчики, первый гаишник был Соловей-разбойник. Тоже сидел возле дороги, свистел и грабил. Ахаджан Ага, давайте на мажорной ноте закончим немножко разговор. В смысле, я хочу вас спросить про президента Казахстана Токаева. Мне кажется, вы на его стороне как-то стоите. Мне показалось так, по раннейшим разговорам. Скажите, какую надежду может дать Токаев для Казахстана, для тюркского народа? Защиту там нацменьшинств и так далее. Булатбек, я скажу, вот обращаюсь к всему миру. Вчера американцам тоже говорил. Здесь у Назарбаева было всего одно правильное решение. Это было единственное решение правильное, когда он оставил правоприимником Токаева. Токаев социал-демократ. От кастей до мозга социал-демократ. Я работал в его правительстве в 99-м, 2000-м году. Я знал, когда он был премьер-министром. Это честнейший человек. В Казахстане нет честного человека, чем он. Он не замаран ни коррупцией, ни чем иным. Его никаким кланом не относятся. Назарбаев, наверное, его поставил, потому что он непредвятый. Я думаю, Токаев не зря оставил место председателя ООН. И он должен был быть после Пангимуна руководителем ООН. Россия так хотела, чтобы Токаев там остался. Но Назарбаев позвал в 2013 году его обратно в Казахстан. И он приехал. Бросил все. Жена его осталась. Сказала, не вернусь в Казахстан. Токаев вернулся. Я думаю, Токаев взял на себя великую миссию сделать Казахстан демократическим государством. Я не думаю, что он за властью, за деньгами. Приватый он хотел на деньги, на властью. Это умнейший, импозантный, интеллигентнейший человек. Вы не успели еще открыть рот, Токаев будет знать, о чем вы хотите сказать. Это величайший человек. Не сравните его с Назарбаевым. Это небо и земля. И у меня было два кандидата, которых я хотел видеть из них президентом. Один из них Осетий Сикешев. Он, конечно, был молод. Другой Токаев. Когда Токаев выиграл этот выбор, 19 марта, вы увидите мои странички в Фейсбуке, я радовался. С ума сходил, конечно. Я люблю и поддерживаю его всецело. У меня сейчас за спиной, за спиной, он вчера поставил, стоит книга его. Тень. Токаева. Его мне подарил мой старший сын, который учился в Москве в МГИМО. Он говорил, что не такое видение, но говорит про Токаева. МГИМО очень высокое, скажем, такое мнение у российских политологов. И его книга «Свет и тень», по нему пишут труды студенты. Это человек не просто с улицы. Вы посмотрите, никогда ни один казахстанский политик не говорил на академическом казахском языке. Все политики в Казахстане болтают на базар на казахском языке. На улице, как мы с тобой встречаемся, боимся, о чем-то, о чем-то, так же болтают все политики. Только Токаев говорит не литературным, а еще выше, на академическом казахском языке. Это человек величайший. На данный момент просто ему тяжело. Я его сравниваю, как спортсменам, плавающим в бассейне. Все бассейны нырнули, а ему назад посадили народ Казахстана, руки связали и говорит, теперь плыви, давай сорвинусь. Он тверд, со стеными руками. Это Токаев. А руки, кто вяжет, это наш олигархат, коррупционная власть, предыдущий режим. Токаеву очень тяжело. Он лавирует между-между. До этого, например, у нас были губернаторы, у кого по 150 человек за раз умирали, за день там дамбу прорвало, всех, оп, весь аул исчез. Никто наказание не понес. Вы видите Токаева? Он снимал мэров городов только за то, что там ребенка изнасиловал кто-то. Правильно, правильно. Не он назначал всех этих ублюдков, коррупционеров, поэтому ему не жалко их. Он их снимать будет, как перчатки. Он их будет наказывать, как перчатки. И теперь, чтобы они задумались, они же все чиновники приезжают для чего? Приезжают для того, чтобы воровать государственные бюджетные деньги в Германии. А теперь они знают, что есть ответственность. Если что-то кто-то сделал, хотя бы он, чтобы иметь доступ к этой кормушке, он будет вынужден защищать народ. Он теперь знает все чиновники. Мурзахмир бы, как Токаев голову сразил, срубил всем чиновникам. А ведь он, Токаев, снял одного родного зятя, самого богатого казаха, одного из самых богатых казахов. Ведь начальник ДВД Тараза, как его фамилия, уразалиев, он же родной зять Сейджанова. Сейджанов, это лидер Кипчак Казахстана, он мультимиллионер. Все нефтяные проводы в руках его, в Казахстане. Токаев снял одного из самых важнейших фигур. Представляете? И это говорит о том, что в борьбе за власть Казахстана, за справедливую власть, Токаев без компромиссии, ни с кем не готов, даже не готов. Я всегда говорил, я работал с ним, я знаю, этот человек не дает никому шансов. Одна ошибка, ты пропал. Не оставляйся. Он никогда не дает второго шанса. Ошибка ушел, ошибка ушел. Вот такое. Я думаю, Токаеву, конечно, Казахстан будет процветающим, демократическим. Не будет он, кстати, страдать пантюркизмом. Это вот, например, все тюркские народы должны забыть. Этим страдал у нас Назарбаев. Токаев будет строить только для Казахстана. Он внешнюю политику, как дипломат, знает идеально. Но он сейчас хочет сделать все, чтобы Казахстан подстал и в этой обществе, чтобы все имели равные права и всем было хорошо. Чтобы даже спустя сто лет мы говорили, наш Ден Саупин, это Токаев. Понимаете? Лишь бы Назарбаев сейчас его не заревновал. А так все нормально идет. Я вам прямо скажу, я не ожидал, что такой хороший разговор получится. Честное слово. Я не знаю, я слов подберу просто. Спасибо вам большое за такой хороший разговор. Иншаллах. Да, спасибо. Всем привет. Юрег, добра. Иншаллах, ассаламарико всему Казахстану. Всем казахстанцам, иншаллах. Давайте будем жить в мире и дружбе, иншаллах. Ассаламу алейкум. Да, Казахстан будет свободным, я в это верю. До свидания. Иншаллах, ассаламу алейкум.